Игорь Ильич, вот все мы знаем, что вы недавно оказались на грани жизни и смерти. Кажется, в Уфе. Расскажите, пожалуйста, о своих переживаниях. Что вы увидели, что вы чувствовали. Спасибо. Ребята, я вас должен разочаровать. Это кома была, даже не кома, это был, спасибо вам большое, это был медикаментозный сон. И я на грани жизни и смерти, к сожалению, не был. Ничего вам такого рассказать не могу. Но, нет, я даже при условии, что эта информация никуда вот дальше не пойдет, я могу рассказать, почему это вышло. Ну, было отравление некоторое пищевое, а я все равно собирался в Уфе читать лекцию. А пилоты, заботясь о жизни московского гостя, вызвали скорую к трапу самолетов. Я, спустившись с этого трапа, изъявлял, тем не менее, желание читать лекцию. Но мне санитар сказал, никуда вы не пойдете. И я отпихнул санитара. А этого делать нельзя никогда, потому что это еще хуже, чем отпихнуть полицейского. Они меня немедленно погрузили в медикаментозный сон. После чего отправили в Москву. Я очнулся в госпитале и начал выдирать из себя все вот эти трубки. Это в общем было смешно. А потом я лежал там как VIP больной, там выполнялись малейшие капризы. Мне сказали, мы ничего у вас не нашли. И в общем мы считаем, что у вас так называемый случай старовой полноты. Мне очень понравилась эта проклировка. Вот. Если у вас есть какие-то жалобы, говорите все, мы все сделаем. Я честно сказал, у меня иногда болит правая колена. Мне вкатили чего-то такого, что я вообще забыл о его существовании. Говорят Аркокси. Ну в общем, теперь мне очень хорошо. Теперь что касается видений, которые у меня были. Действительно я Бога видел. И как-то у меня возникло ощущение, что я нахожусь на правильной стороне. И он мне вручил огромную грушу. Ну и там был еще стакан черной смородины, был стакан, но была огромная груша. Самое удивительное, что мне показалось, что он положил ее в ноги кровати. И в ногах кровати действительно лежала огромная груша, которая была резиновым тренажером для руки. Но ее просто там забыли. Но сын мне говорит, что ты с таким восторгом. Он говорит, он ее схватил. Я говорю, ну как же, мне Господь же ее дал. Ну вот эта груша, а эта медсестра забыл в мимый день. Так что все хорошо. Да, еще я там видел Высоцкого. Не знаю почему, потому что я читал перед этим лекцией. Он там занят театральной режиссурой. И спектакль, который я там смотрел, был чудовищно скучным. Ну такой, ну как бы разбавленный Любимов. Плохой Любимов. Я все время хотел уйти, но меня не выпускали. Я должен был досмотреть до конца. Потом я смотрел там довольно авангардный спектакль Мейерхольда. Мейерхольд сказал, что настоящий театр – это тогда, когда актеров не видно. И там была такая стена из деревянных панелей, за ней разыгрывалось действие. Надо было по ней понять, что происходит. Очень интересные диалоги. Но я не понял ничего. А потом, потом Ахматова я видел, которая там превратилась в пять разных сущностей. И они передо мной проходили в пятером. Это было очень весело. Я думаю, что филологу и должны являться такие литературные галлюцинации. Во всем случае, когда меня врач мой подробно расспрашивал, он сказал, что удивительно заурядные сны. Но настолько ничего. Ну, простите. Простите. Вот. Но то, что Бог есть, это совершенно несомненно. Особенно если учесть, что я получил тот самый стакан черной смородины, который, согласно ее сну, одна читательница из Харькова для меня в это время собирала. Так что там все в порядке. Спасибо.